Вопрос апгрейда персонального компьютера постоянно актуален. Особенно интересна работа ПК и его узлов в разных комбинациях и разных сценариях использования. Сегодня покажу и проведу небольшие тесты одного из самых бюджетных вариантов, но в то же время самой мощной серии видеокарт на данный момент, это RTX 2080 Ti, в моем случае от компании Inovision Multimedia. Ее стоимость в России на сегодняшний момент составляет около 80 тысяч рублей, в долларах по актуальному курсу это примерно плюс-минус 1200, в самой низкой цене с Inovision конкурируют видеокарты, ну разве что от Полит, их можно найти еще дешевле, примерно на 5000 плюс-минус 1000, но в свою очередь бюджетный Полит может не подойти по габаритам, он значительно толще и несколько длиннее, чем именно 3D. Итак, начну с быстрой распаковки, поставляется эта видеокарта в надежной упаковке, с кучей бумажек и без единого кабеля или переходника в комплекте, что конечно странно. Выглядит на первый взгляд видеокарта добротно, хоть и с простым дизайном, но мне это даже нравится, учитывая повальную любовь производителей геймерского железа к цыганским наворотам, каким-то подсветкам и так далее, этот дизайн в принципе мне нравится, нормально. При этом в 2019 умудрились положить целый компакт-диск, ну хоть не флоппи и на том спасибо, зато добавили небольшим бонусом коврик для мыши, видимо чтобы сгладить первое впечатление от комплектации после распаковки и отсутствия кабелей и так далее. Так как я примеряю 2080 Ti как теоретическую возможность апгрейда для моего ПК в части видеокарты, то сравнивать цифры буду с тем, что у меня было до и что получу после в случае подобного, ну в кавычках подобного апгрейда. Знаю, что в первую очередь в моем случае лучше поменять процессоры материнскую плату в контексте конкретно моей системы, тем не менее на руках сейчас Ti и буду смотреть на ее работу исходя с того, что имею в реальности. Пока меняю 1060 на 2080 в своем домашнем ПК, пару слов скажу про саму систему, в которой буду проводить тесты. Компьютер в первую очередь использую для рендеров DaVinci Resolve и Sony Vegas, во вторую очередь для работы, в которой также участвуют узкопрофильные программы, ну и в третью очередь для компьютерных игр, если все-таки удается поиграть, выделить на это время. Система на базе процессора Intel Skylake i7-6700K работает в небольшом бусте в паре с оперативной памятью Corsair Vengeance 16 гигабайт, работающей также на частоте 2933 МГц. Забегая вперед, хочу отметить, что в паре с этим процессором и 2080 Ti будет сильно прослеживаться так называемый эффект bottleneck, и система будет упираться в большинстве сценариев возможности относительно старенького 4-ядерного 8-поточного процессора. Но тем не менее, как я уже говорил в самом начале, интересно увидеть реальные цифры в такой конфигурации и в моих повседневных сценариях, в моих повседневных задачах. Первое, с чего хочу начать этот тест, это рендер в DaVinci Resolve 15 с использованием ядер CUDA. За основу теста взял нарезку роликов геймплея с разрешением Quad HD и 300000 битрейта, а также 60 кадров у исходных файлов. Эту небольшую нарезку рендерим в Full HD 60 кадров и 20000 битрейта. Кодек H.264. Сначала рендерим с участием Gigabyte GTX 1060, а потом этот же ролик с такими же исходными данными рендерим с помощью 2080 Ti. По итогу вижу, что 1060 завершил этот рендер за 5 минут 44 секунды, а в свою очередь 2080 Ti проделал ту же самую работу за 4 минуты 38 секунд. То есть разница по итогу оказалась в районе 20%. Примерно такая же процентная разница сохранилась у меня и с другими характеристиками, например, когда я рендерил в Quad HD. Теперь небольшой тест в компьютерных играх, не самых требовательных на данный момент. Тем не менее, в тех, что были под рукой и те, что в принципе довольно популярны на данный момент. Сразу оговорюсь, что захват производился с помощью Bandicam, не использовал карту захвата и это, конечно, давало дополнительную нагрузку на систему. Первая игра это Call of Duty, Full HD на ультра настройках 1060, в моей системе в среднем выдает 60 кадров. При этом процессор и видеокарта нагружаются относительно равномерно до 100% в пределах допустимого нагрева. В то время как 2080 Ti выдает при таких же настройках графики, ультра настройках, около 80-90 кадров. Но при этом видеокарта нагружается не больше 50% в отличие от процессора, который работает на пределе. И опять же все работает в рамках допустимых температур. В Quad HD 1060 в среднем показывает плюс-минус 40 кадров. При этом процессор и видеокарта также работают на 100%, как и в случае с Full HD. А вот Quad HD с 2080 Ti уверенно держит уже около 65 FPS, нагружаясь до 60%, но уже прогреваясь до 77-78 градусов, то есть карточка уже греется при таком сценарии. На минимальных настройках графики 2080 Ti в таком же разрешении Quad HD система в среднем выдает 90 FPS. При этом также нагружая карту до 60% и прогревая ее где-то до 77-78 градусов. Вторую игру, которую я взял для теста это PlayerUnknown's Battlegrounds и здесь ситуация несколько меняется. Значит старенькая 1060 в Quad HD на ультра настройках показывает в среднем уверенные 50 кадров. При этом видеокарта по загрузке обгоняет процессор. В то же время 2080 Ti в Quad HD дает уже уверенные около 100 FPS, что уже очень неплохо. И самое интересное, нагрузка процессора даже не достигает пиковых значений, кстати говоря, в отличие от предыдущих сценариев. При том, что сама видеокарта тоже работает в половину, ну около 50%, с температурой не больше 75 градусов. Можно сделать такое небольшое заключение, что Call of Duty и PlayerUnknown по-разному расходуют ресурсы вашей системы. Например, 2080 Ti в Quad HD в PUBG нагружают вашу систему относительно равномерно и показывают уверенные 100 кадров, в то время как Call of Duty с такими же характеристиками, с такими же настройками графики 100% загружает процессор и видеокарта работает в половину. Какие выводы сделал, познакомившись с этой видеокартой и протестировав ее в своей системе? Ну, в относительно старой системе, на базе процессора Skylake 6700K, новое поколение видеокарт в лице RTX 2080 Ti не смотрится уверенным решением и отчетливо прослеживается так называемый эффект bottleneck. Скорее всего, оптимальной видеокартой для этого процессора, ну и в принципе этой системы, могла бы стать 2070. Тем не менее, прирост производительности есть, хоть и не столь очевидный, как, например, колоссальная разница в стоимости этих видеокарт. Такой апгрейд может быть допустим, но в том случае, если вам эту видеокарту, например, подарили. Потому что если делать целенаправленный апгрейд видеокарты, в относительно старой системе, наподобие моей, такой апгрейд не даст ожидаемого прироста производительности. Во всех других случаях я бы все-таки начал с заменой других узлов своего ПК, ну таких как процессор и материнская плата и так далее, и уже потом бы дошел до видеокарты. Но если все-таки видеокарта появилась раньше, чем процессор и материнская плата, это тоже допускается, но не даст, как я уже сказал, ожидаемого прироста производительности. Что касается самой видеокарты 2080Ti от компании Navision Multimedia, можно отметить, что это добротно собранная видеокарта в компактном корпусе, со скудной комплектацией, простым не цыганским дизайном, но по вкусной цене. Конкретно у этого варианта Ti-ки отметил нагрев, который, конечно, хотелось бы видеть чуть ниже. В стресс-тестах в стоковом исполнении температуры достигали до 85 градусов, что, конечно, вызывает вопросы. Во всех остальных случаях это очевидно топовые решения с новой архитектурой Тьюринг, возможностью машинного обучения, большим количеством худоядер относительно старых серий, технологии Ray Tracing, пусть даже и не в самом производительном виде для игр сейчас и так далее. В общем, видеокарты, не имеющие альтернатив по производительности на данный момент. Есть такое мнение, что адекватная альтернатива в контексте цена-качество для апгрейда – это покупка 1080Ti. Возможно, даже на рынке БУ, чтобы сэкономить ваш бюджет. Но, основываясь на своих наблюдениях, боюсь, что это кратковременное решение и оно быстро потеряется на фоне перспектив, которые появятся с течением времени в рамках архитектуры Тьюринг и всех положительных изменений, которые пришли с новым поколением видеокарт RTX. В конце концов, такие узлы, как материнская плата и процессор тоже меняются без особых проблем. Но, покупая железо устаревшего поколения, на моей памяти такое железо долго никогда не задерживалось. Также на перспективу можно отметить, что тот же Octane, последняя версия, начал поддерживать 20-ю серию видеокарт от Nvidia и там он дает уже более значительный прирост при рендеринге и работе с графикой, в отличие от того же DaVinci и Vegas. В общем, преимущества и перспективы использования этой серии, они очевидны и, в общем-то, понятны.